Меликот Больше храмов, чем коз А коз больше, чем коров А коров больше, чем людей Вонки и милые сидят Разговаривают Да? Музыканты, дудка у него там Где-то Вот она Этот обходит Крендель тот Вот он Ладно, извини, извини Кришнаит Вот там козочки У воды А вон Над прудом Древнейший храм Нарасимхы То есть вишны В образе Человека-льва Тут вот таких вот Озер, прудов С катами и без То есть с этими ступенями Сходнями 101 Один Говорят Тоже легенды интересные Но Я вам сейчас Про другое хочу Сказать Здрасте Я вот только что Записал Двадцать пять минут Здесь же И собственно Все, что хотел сказать Уже сказал Но микрофон не включил Ну и слава Богу Во-первых, Боженька слышал Стало быть, это уже Есть Существует Такая же реальность Как и мы с вами То есть Майя Лила Игра Случая А во-вторых Пару я выпустил Потому как разговор был жесткий Накопилось Накопилось у меня И не все по шерстке Гладить Дело не только в фейсбуке И в моих колебаниях Снимать ли, публиковать ли Видя вот эту обратную связь Такую Странную Малопроявленную Трудно сказать вообще Кто смотрит Молча смотрит Через какой-то Из каких-то кустов То ли стеснение И деликатности То ли еще из чего Может и не смотрят Судя По количеству просмотров Зачем это все? Кому это все? Зачем я это делаю? Жил бы Все 24 часа в сутки Здесь Отдавался Раз я уже приехал сюда Мне же так это важно Так это дорого Я же всей душой Всем сердцем Здесь Ногами, руками А я себя отвлекаю на это Потому что хочется поделиться Но это естественно Поделиться по-живому Не потом Смонтировав Где-то там В Мюнхене Или еще где И задним числом Делясь А сейчас Вот то, что сейчас происходит Ну и конечно Бывает Чего греха уж Бывают такие минуты Некоторые горечи И колебаний И разговоров С самим собой Зачем, Сережа Ты это делаешь? Не надо А потом все-таки Все-таки потихоньку Надо Надо, Сережа Делай это И есть И люди есть И тебе это важно Но я не об этом А говорил я Так называемом Тех, которые Идет там Смотрите Ну-ка сейчас Приблизим Сейчас уж извините Через себя Перенесу Ну хорошо Иначе будет файл такой Что я не смогу Его И загрузить Так вот Я не об этих Которые тоже Никакого отношения К Индии не имеют А я Казалось бы Действительно Тех людях Которые Посвятили Жизни Индии Об эндологах О тех Одиночках Которые По многу лет Десятилетиями Ездят в Индию Забираясь В самые отдаленные Ее районы Так вот Я удивляюсь И я не раз Слышал От таких Людей Вещи Которые Не укладываются В голове Я конечно Не вступал В никакие Споры Но для себя Это отмечал Когда Например Недавно Не буду Говорить Где Вот такие Люди Рассуждали О простых Индусах В глубинке Что Малани Понятия Не имеют Что такое Там Парампара Или Адвайта И так далее Какие-то Философские Термины Изупанишат И прочие Тонкости Индуизма Кто Это вы Ничего не понимаете Это вы Горчичное Зернышко Рядом С многоярусным Космосом Любого Пахаря На самом Запропащем Хуторе Индии Мы С нашим Сознанием С нашим Способом Мышления Воспитания Проживания Этой Данной Нам Жизни Даже Приблизиться Не можем К тому Месту Откуда Открывается Как говорил Хайдеггер Вообще Вид На это Понимание На эту Картину Мира Что происходит С индусом Мы живем На куцом Маленьком Дереве О трех Ветках И двух Сучьих Они живут В многомиллионном Многоярусном Космосе Древа Где каждая ветка Имеет имя Это их имя Это имя их матери Отца Двоюродной сестры Детей их И усопших Предков Они это знают Кожей Кровью Это даже неприрощенные Неприращиваемые Какие-то знания Это генетически В них переходит Это традиция такая Это способ дыхания Такой Конечно Они знают И про Парамбару И про то Что вам не снилось Мал Ой боже мой Ой боже мой Тут В Индии На каждом хуторе С десяток храмов Перемножьте На всю Индию В каждом храме Помимо Помимо Ну как бы Базового такого Замеса Индуизма Стоящего Подоплеки Лежащего Подо всем этим Есть еще Личная биография Этого храма Личная биография Вот этой деревни Вот этого хутора Этого места И это тоже Колоссальный Мир Космос Со своей Агеографией Со своими Переулочками Порой Далеко Отстоящими От Такого Хайвейного Что ли Индуизма И вот Все И эти Истории Знает Каждый Находящийся Там На этом хуторе Живущим Я сейчас Вернусь К этому Вот я Целую ночь Здесь провел В храме Ладно Уже разначил В ночь Было Значит Несколько Тысяч Индусов Пришли В этот Храм Челанараяна Такой Основополагающей Постаси Вишны Два В одном Что ли Близнецы В нем Два Близнеца Мудреца И За сотни Километров Люди Приезжают На ночь Располагаются Вокруг Храма Горят Факела Идет Какая-то Жуизнь Сладков Продают Какую-то Неприкатливую Еду Дети Прижимают Люди Прижимают Груди Грудных Детей Ночь Эти дети Не спят С огромными Глазами Горящими А если Устали Прилегли Прямо на камень Уснули Через полчаса Певчие Проснулись О чем Говорит Любой Индус Может посреди Дороги Среди Грохота Лечь Когда ему Понадобилось И мгновенно Уснуть Мгновенно В любой позе На камне На острых камнях Уснуть Мгновенно И проснуться Выспавшимся А сон Это показатель Вообще Здоровья Человека Психического Прежде всего Никаких Неврозов Здесь нет Никаких Депрессий Этого не знают Вообще Ладно Это шаг В сторону Так вот Так вот В храме Есть главное Изображение Овеществленное В камне Фигура Мурти Так называемая Вишну Это святыня И вот в этот день Вчера Вчера был большой праздник Это мурти Вот этого Вишну Святыню Выносили Из храма Но драматургия Шекспирова Всю ночь Длился этот вынос Вынос И возвращение Домой Это Вся эта Одиссея Длилась Почему Потому что В этот день Да Надо Пару шагов Назад сделать Чтобы вы понимали О чем идет речь Сейчас идут Праздництва Плодородия Так называемый Понгал День урожая День благодарения Он длится Три дня Но два главных Первый Перед Началом праздника В этот день Все люди Во всех домах Выносят За пределы дома Все отжившее Не просто всю старую утварь А все что отжило И сжигают Понимаете Происходит Освобождение От всей своей Прежней Налипшей Нависшей На Нахлобученной На тебя Жизни Начинается Новый круг Сжигается Придается огню Все прежнее Это за день До начала Праздника На следующий день Это день Благодарения День благодарения Матери А мать И здесь Очень важный момент Вы думаете Кто Кто главенствует В индуизме Шива Дудки Вишну Те же дудки Брахма Третьи дудки Мать Надо всеми Над ними Стоит мать Даже не шакти Не женская Вселенская энергия Хотя и она Конечно В этом присутствует Но больше чем она Мать Мать Как вселенная Как порождающая Начало В том числе Один из Одна из Ипостасей Ее Наиболее живая Теплая Близкая Настоящая Это корова Да И Нанди В том числе Вахана Шива Так вот Это день Благодарения Матери В том числе Коровок Которых Украшают Прихотливые Чудесные Очень по-детски С воздушными шариками Красят Золотом рога Подносят Приношения Совершают Пуджи Угощают И получают Благословения От коров От мамы Которая дает Молоко Жизнь Ги Масло На которой стоит Индия Но дело не только В корове Дело в матери Символически Вообще Порождающей Все на свете Так вот Как молодожены Например В день Перед свадьбой Она Невеста Идет В дом Матери Чтобы принести Подарки Подношения И получить От нее Благословение А жених Ждет дома Ждет И волнуется Потому что Затягивается Возвращение Так все выстроено Долго тянется Он волнуется Он злится Она не возвращается Потом она вернется Так вот Ровно Тоже Символически Разыгрывается На храмовом Ярусе Этаже Вчерашней ночью Из храма Выносят Мурти То есть фигуру То есть Самого Вишну Несут его К Матери В дальний дом Он тоже наряжен Горит огнями Факела Его несут В паланкине Да А Вишну Разделяется Как бы Надвое Это Мурти На мужскую И женскую Ипостась И вот Женскую Ипостась Несут В этот дом Тысячи людей Вовлечены Вот в эту Мистерию Ночь Дети Старики Мужчины Женщины Вокруг храма Ждут Смотрят Отнесли Не выходит Оттуда Мурти Этот Вишну Что происходит Выжидают Музыканты Флейты Барабаны Табла Да Вот на этих словах На этих словах Он в раковину Думает В раковину И вот Понимаете Какой пришел Это может знать То о чем я говорю Это тоненькая Пленочка Это я только Мизинцем Подушечкой Пальца Прикоснулся К самому краю За этим Стоят Ярусы 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 В третьем Часу ночи Процессии Мы должны были Обойти Всю деревню И это там Сулило Как в будущем Году По Всем этим Правилам Какой-то Благодатный Год И я Втесался В эту Процессию И иду Вместе Со С вами С браминами С одним Брахмачарь Молодым Пареньком Учеником Ему Лет Пятнадцать Шестнадцать Так вот Всю дорогу Идем Босиком В ночи С факелами Вот вся эта Процессия С музыкантами Длинная Долгая Это час Обход По ночным Дорогам И мы идем С ним И он мне Рассказывает Маленький Маленький Сюжет Крохотный Нюанс Связанный Там С моим Вопросом И вот Это Вот Заняло Ну я не знаю Он Сгрузил В меня Вереницу Кораблей Семнадцать Тысяч Слов Прицельно Точных Лаконичнейших Это монография Была Это был Десяток Диссертаций С прекрасным Английским Надо сказать У него И это Только Еле Прикосновение Еле Касание Мальчик Сколько Сколько Он знает Наше Сознание Не способно Представить Тот Объем Знаний Который Просто Естественно Без всяких Рефлексий Существует В любом Индусе Потому что Весь этот Мир Индуизма Это не Сказка Это не Труды Стопочку Сложенные И прочитанные Это вот Это Это вот Кожа Это вот Эти вот Пальцы Это нос Это ухо Они с этим Живут и Растут И без этого Никакой Индус Невозможен Это даже Не передается Хотя Это конечно же Передается Это объемы Другие Это разговор Совершенно другой А эти Говорят Индологи Наши На конференции Посидевшие Выпившие Из графина Воды Дистиллированные Они не знают Что такое Парампара Ох Зло Меня берет Не надо бы Особенно Здесь В Индии Кипятиться Так вот Коснувшись Уже Локальных Каких-то О географических Таких Историй Каждый храм Имеет Такой вот Надвершее Что ли Такой Куполок Биографический Вот Например Здесь В этом Храме Там Есть Небольшое Мурти Вишну Да Фигурка В алтаре Ты проходишь Мимо Ты даже Ничего не знаешь Но Мурти Их здесь Сотни Сюда Глянул Туда Повернул Голову Прошел Дальше А что Это за Мурти Там Рядом Девочка Рядом С ним Стоит Что Это За Девочка Это Своя История История Тысячелетней Давности Когда Здесь Жил В этой Деревушке Романуджи Святой Романуджи Который Сильно Обустроил И Продвинул И такую Охранную Грамотку На века Дал Вишнуизму Он Жил Здесь 14 лет Сосланный Как Дант Из Земли Тамилов Дровидов И вот В то время Под мусульманами Были Эти территории И дочь Правителя Мусульманского Девятилетняя Девочка Необычайной Тонкой Внутренней Организации Такая Как Тампура В ней Была Настройка Она Неожиданным Чудесным Образом Вошла В какую-то Необычайную Связь Любовную Да Любовно Духовную С вот этим Изображением Вишну А что такое Изображение Что такое Это же не камень Это и Вишну И есть Это нам кажется Сказка А здесь Это реальность Это вот та же Самая реальность И есть Бог в печном горшке Бог в этой Палке тростника Которой ты жуешь Не фигурально Не символически А вот так и есть Это нам трудно Представить Такова была Античность О которой Мандельштам Писал Но это сегодня Происходит и сейчас Сейчас и здесь Это что-то окружили меня Эти паломники С мальчишкой Этим Аппаратом Бас 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 Это я им говорю На местном Ну давайте Хватит уже Так вот эта девочка Мусульманка Необычайнейший случай Невероятный Пошла в эти близкие отношения Духовно-любовные С вот этим изображением Ой прекрасно Показать вам его что ли Ладно нет Закончу историю И И начала с ним разговаривать Он же живой Это же не камень Это же вишну и есть Жить с ним начала Разговаривать Проводить дни и ночи Всей душой Всем сердцем Всем своим Маленьким Космическим сознанием Входила с ним Потому что Нет разницы в возрасте Какого возраста вишну Какого возраста она Они равняются в этом возрасте Потому как Любовь его не знает Возраста Лет И вот идут годы И семья Их Правителей Переезжает в Дэм И она забирает с собой Своего возлюбленного Своего суженого Ей уже лет 13-14 И Романуджи Который находится здесь В этой деревне В Мелкоте Где мы сейчас с вами разговариваем Он отправляется в Дели К ней С такой посольской миссией И разговаривает с ней Говорит ей Что Надо бы вернуть Храм Сиротствует Опустел А Таня может с ним расстаться И тогда он говорит ей Ты Спроси у него У него самого спроси Хочет ли он вернуться Какова его воля И она с ним разговаривает И выходит К Романуджи Опустив голову И говорит, что да Он хочет вернуться И Романуджи привозит Эту Мурти Возвращает в храм А девочка сохнет Жить не может Без своей второй половины Без лишней Мусульманка Дочь правителя И через какое-то время Приезжает сюда И просит У Романуджи Содействия В приготовлениях К свадьбе Ну История длинная Не буду вам Нарочить голову А кроме того Фильм наш Затягивается Я не смогу его разместить В фейсбуке В таком объеме Прекрасные играют Играют Другая Саре стирает Огненная Розовая Чудесно Козы лежат Разговоры ведутся Так вот Понимаете Где мы живем И где И где они живут Они же Вот если говорить Например Наугад О календаре Они живут По солнечному И лунному календарю До сих пор Вы понимаете Они живут в космосе Солнце меняет Траекторию свою Согласно этому Они живут Луна уменьшается Увеличивается Переходит из одной фазы В другую Это отмечено Каждый день Утро День Вечер Они вот в этом Они в космосе живут Они во вселенной живут Они живут Ежесекундно Во взаимосвязи Прямой С изменениями В небесной В небесном королевстве В этом царстве А мы где живем А мы где живем В понедельнике Вторники В этом От Рождества Христова Раз два три До тридцати И по новой Вот этот Понгал День благодарения Это день Сурии День солнца День благодарения Солнцу Коровам И птицам Прежде всего Их благодарят За жизнь Птиц Благодарят За жизнь Им подношение Каждая семья Готовит Эти подношения Сладкие Зерна То-се Красиво Все выставляют На листьях И выставляют За порог Для птиц И пуджу Совершает Ритуал Молитву Птицам Так вот День Сурии Потому что В этот день Солнце После солнцестояния Поворачивается И движется На север Вот в этом В этом доме Они живут В доме Вселенной И так во всем Так же во всем Парампара Они не знают Индологи Ваша мать Я ничтожество Я последнее Невежественное Ничтожество Здесь После 15 лет И после всего того Что я читал Все эти годы Под глупой Не разглядеть Меня По отношению К тому объему Который знает Уже По рождению Любой индус В самом последнем День Сурии 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok